То есть ты стараешься защищать закон, а потом тебя этот закон подставляет. Ты сам применял оружие? Ну нет, слава богу, пока нет. Но ты готов будешь применить его? Конечно. Это нет проблем для пастора? Вот этот вопрос меня спрашивают только люди из бывшего постсоветского пространства. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». И сегодня у нас гость, гость из США, прямо из Калифорнии, Лос-Анджелес. Олег Гулин. Приветствую, брат Альберт. Ты и пастор церкви, ты и военный капеллан или полицейский капеллан. Полицейский. Ты и шериф в каком-то своем округе, да, получается? Давай расскажи немножко о себе, вот о своих должностях. Это не просто шериф, это же спецвойска, сватайте. Но, смотри, смотрите, я служу священником на самом деле, то есть капелланом, да, по-местному. То есть вообще капеллан – это священник вне церкви, чтобы было понятно. И как бы в Аберике такой довольно большой институт капелланства, то есть есть свой капеллан в Белом доме, есть в палате представителей, в Конгрессе, то есть везде есть свой священник. И, кроме того, в каждом госпитале есть священник-капеллан, есть в армии священник, соответственно, то есть в армии на флоте, в каждом подразделении, то есть в определенном подразделении есть капеллан. И, кроме того, есть капелланы-священники во всех полицейских управлениях практически, то есть во всех силовых структурах, по их в Америке больше 20 тысяч, потому что полиция здесь как бы поместная, она подчиняется мэру или окружному правительству, то есть у нас нет федеральной структуры, ну, есть какие-то федеральные структуры, но у них есть свои капиланы, кстати. И я служу в управлении, то есть я служу священником при управлении шерифа округа Лос-Анджелеса, скажем вот так. Но опять, это же не просто шерифты, да? У тебя же должность тоже шерифая? Смотрите, я служу в резерве, да, получается, и как бы основная моя задача – это духовно-психологическая поддержка персонала, да, то есть и также потерпевших. Просто на данный момент я служу в управлении специальных операций, то есть я работаю с отрядом, с командой СВАД, с командой по освобождению заложников, с разминированием, водолазами, то есть теми ребятами, которые выполняют определенные специальные задания, которые уже как бы не входят в традиционную полицейскую работу. Ну, до этого я служил на станции или, как вот принято говорить, в отделе, да, и как бы занимался работой с патрульными и как бы проходил все вот эту вот первоначальную, скажем так, рутину. Слушай, ну так интересно, ты капеллан, и насколько я знаю, ты носишь оружие, и оружие у вас вот в вашем штате должно быть всегда заряжено, да? Это никак не противоречит ничему? Смотрите, вообще по инструкции, конечно, если у тебя оружие на себе, оно должно быть заряжено. Я не ношу его открыто, потому что моя основная задача на службе – это духовно-психологическая поддержка, ну и да, я имею с собой оружие практически всегда. Слушай, расскажи немножко о себе. Я знаю, что твой путь из СССР был таким, ну давним, скажем так, ты давно уже переехал в Штаты, и твоя, ну, жизнь, она не складывалась так, что ты сразу был там пастором, и еще, ну, расскажи немножко. Ты работал, я знаю, в космической области. Я родился в славном городе Владивостоке. Это очень далеко, всегда, когда меня спрашивают, откуда, я говорю, из Владивостока, обычно люди издают такой звук, такое длинное междумение, такие «у-у-у-у» или «а-а-а-а». Вот, то есть, как бы люди из Владивостока, как будто они какие-то откуда-то настолько издалека, что это даже страшно представить. Вот, то есть, я уехал в начале 90-х, практически сразу после развала Советского Союза. Перед этим я успел закончить инженерно-морское училище, то есть, высшее инженерно-морское училище имени адмирала Невельского, получил образование инженерное, и уже с этим багажом уехал сюда, в США. Здесь, знаете, иммигранту было сложновато, но постепенно, как бы, следуя определенного пути, которые проходят все, практически, кто сюда приезжает. Я потом начал работать по специальности, даже пересдавал кое-какие экзамены, и, в конце концов, то есть, последнее место моей работы, работал главным инженером, то есть, работал начальником службы технического обеспечения в одной аэрокосмической компании, довольно крупной, которая изготавливала запчасти. Ну, а сейчас в бизнесе они делают запчасти для всех реактивных двигателей в мире практически, ну, кроме, наверное, российской и китайских. То есть, все западные Боинги, Аэробусы и Роллс-Ройс, ну, то есть, кто выпускает двигателя, они пользовались запчастями этой компании, я там проработал несколько лет. Слушай, очень интересно, многие люди боятся менять что-то в своей жизни. Вот, судя по тебе, ты не боишься изменений. У тебя резкие перемены, да, получается, там, в Советском Союзе ты был одним человеком, сюда приехал, жизнь заставила или условия работать в космической. И потом ты, как вот, что-то было еще потом между космической отраслью и полицией? Ну, конечно, в 99-м году, то есть, прожив здесь уже несколько лет, я уверовал. Вот это старое учение наше, да, что мы произошли от обезьяны, которые я застал, что советский человек произошел от правильной обезьяны, а американцы от какой-то такой подлой, ну, неправильной обезьяны. Ну, суть была одна и та же, да. И, приехав сюда, я как бы в книжках читал, что американцы – народ набожный. И мое первое впечатление, так интересно, здесь есть такая ресторан бывшего быстрого обслуживания «Макдональдс», да, и он даже, по-моему, есть и в Москве. И перед «Макдональдсом» есть такая очередь, люди берут еду, проезжая мимо, то есть, по-американски, это «Drive School» на английском, я не знаю, как на русском будет, то есть, не заходя, и я смотрю, машины останавливаются, то есть, это мое первое столкновение с «Макдональдсом», и человек вот так вот наклоняется, что-то так и говорит. И я такой смотрю, говорю, ребята, смотрите, они, по-моему, перед едой молятся, тут люди, они другие, вот, ну, надо мной посмеялись, сказали, они еду заказывают. Это вот было, скажем так, мое первое, одно из первых впечатлений о США. Ну, на самом деле, в 99-м году меня мой механик первый раз пригласил в церковь, и в тот момент, на самом деле, я пребывал в определенном кризисе, в таком, что я искал Бога и старался понять, кто такой Бог, если Он есть, что Он из себя представляет, то есть, потому что одни говорят «Бог здесь», другие говорят «Бог здесь», одни буддисты одно говорят, эти говорят другое, это третье. Я пытался как-то найти, стал читать книги, потому что, имея инженерное образование высшее, тем более моя специализация – это электроника и радиотехника, я понимал многие вещи, что они невидимы, но они работают. И потом я стал понимать, первое, я понял, что тут существует дьявол, и он четко разрушает мою жизнь, он четко ее контролирует. Но мой второй вопрос был, понимаете, на основании закона Ньютона, в конце концов, что есть противодействие определенное, то есть, действие равно противодействию, то есть, если есть это черное, то какая альтернатива? То есть, кто такой Бог или что такое, кого называют Богом? Что это такое вообще? То есть, или это старый какой-то дедушка такой с бородой, который сидит на троне, я видел там где-то на иконах, или это какая-то субстанция, вообще что это такое? И я просто стал искать. И в этот момент мой механик, я выглядел немножко по-другому, у меня были вот такие длинные волосы, я спортом занимался, хорошую машину имел, я приехал ее ремонтировать, а он был верующим человеком, христианином, и он говорит, мне Дух Святой стал говорить, пригласи его в церковь. И я, говорит, смотрю на тебя, вот этого в церковь, я, говорит, ну, ему не надо, он точно не пойдет. И я уехал. И он, говорит, мне так плохо стало на сердце, я сижу, не знаю, что делать, и я забыл свой телефон. Я возвращаюсь. Говорит, ну, если он уже вернулся, его нужно позвать. Он говорит, пойдем на собрание, послушаем проповедь, там, это самое, я говорю, пойдем. Куда идти? Он говорит, ну, вот, тогда-то, тогда-то воскресенье служение. Я приехал, пастор-американец был, но был перевод на русский язык, да. Вот, то есть, мне очень понравилось прославление. Поклонение, прославление, то есть, внутри такой мир пришел, покой, такая радость, знаете, так классно. Проповедь мне не понравилась, потому что он постоянно говорил про меня и про мои грехи. Вот, и я думаю, ну, что такое, откуда вот этот мужик, которого я вижу первый раз, он все знает. Как мне плохо на сердце, что происходит, что это самое. И потом в конце говорит, выходите помолиться. Я думаю, ну, что, ну, надо идти уже. Пришел, так уже сказал, а, говори, б, иди, ну, что ты, как говорится, будешь просто так. Выхожу, вот. Я ничего, так, знаете, не понимал особо, что происходит. Он говорит, повторяй за мной. Я повторил. И он начинает пророчествовать. А говорит, ты сейчас как камень. Как камень, который Бог хочет очистить. То есть, знаете, как алмаз. И он сделает из тебя бриллиант. И ты начнешь светить и нести свет Божий людям. Я думаю, вот деда прорубило. Ну, пожалуй, человек такой был. Ну, вот, хороший, добрый человек. Ну, видать, его немножко сорвало. Ну, всякое бывает, я понимаю, конечно. Вот, ну, это вот он рассказал, но это не про меня. Сколько мыслей у инженера во время покаяния, а? Как они быстро в голове проносятся. Да, я так говорю, ну, это не про меня точно. Он что-то перепутал у него там где-то это самое. Ну, хороший человек, конечно, и мне похорошело. И, как бы, я себя прекрасно чувствую. То есть, говорю, все, спасибо большое. Я очень рад, что вы мне такое сказали. Я ушел. А к воскресенью то опять тянет, понимаете? Я не могу дождаться воскресенья. То есть, все недели она, как обычно, проходит. То есть, практически ничего не изменилось. Я жду воскресенья. Я бегу в воскресенье церкви. Мне опять нравится поклонение. Мне нравится прославление. Мне классно. Меня крестило Духом Святым. Я даже не понимал, что какая в этом сложность. Я просто стал говорить на языках. Слушаю проповедь. Проповедь меня не нравится. Мне вот, понимаете, вот находиться нравится. Проповедь не нравится слушать. Ну, и так год продолжалось. Потом, я говорю, мне нужно же креститься. Правильно? Я же уверовал. Она говорит, ну, нужно. Зима, горная река, лед такой. Практически как вот у вас там, когда крещение показывают. Ну, очень холодно было. Ну, надо так надо. Я принял водное крещение. Опять же, как бы я понимаю, что надо, но не могу еще как бы эту вот всю серьезность как бы осознать. И переезжаю в Лос-Анджелес. И в Лос-Анджелес сразу первое дело, что я нашел церковь. Стал посещать. Постоянно я старался не пропускать никакие служения. Я был одним, у меня не было семьи, работал ночью в основном. На тот момент охранником, специалистом по безопасности объектов на самом деле. И ночью, то есть ночью я работал. Днем у меня была возможность посещать собрания, группы там, то есть любые наши мероприятия я все посещал. И прошел примерно год. И в один момент пастор говорит, вот тут вот сейчас на Новый год у нас небольшое служение, ты хочешь или на Рождество, я не помню, какой это был праздник, ты, может, скажешь что-то, пару слов? Я говорю, да какие пару слов? Слушай, я, знаешь, ваш вопрос в этих два по пять. Да, я приду, я помогу, я все расставлю, уберу там. Ну вот это. Говорит, да не, ну ты как бы стараешься, выйди. Я вышел и стал говорить. И он потом говорит, слушай, тебе надо почаще, он сам так удивился, тебе надо почаще выходить и проповедовать, подготовь там через месяц проповедь. И хотя на самом деле, когда я посещал просто церковь, я видел, что мне надо стоять там. Такое у меня было как бы, ну да куда мне так стоять? Слушай, есть пастор, пастор пусть стоит, я что надо, я сделаю. Я стараюсь, как бы свою часть сделаю, мне как бы это самое. Ну и постепенно вот так вот втянулся и долго, почти 15 лет я служил помощником пастора, и потом в 14-м году я стал старшим пастором. Но все это время, в смысле, я совмещаю и работу, или бизнес, и служение. Я не освобожденный пастор, то есть церковь. Я не нахожусь на иждивению церкви, скажем. Ты говоришь работы, еще какие работы есть? Ты еще подрабатываешь, кроме полиции, кроме пасторства? А, смотрите, на зарплату получают в армии, там священники на зарплате. Зарплату получают в госпиталях, то есть в больницах или госпиталях, там священники на зарплате. Есть такие капелланы, которые посещают разные организации или бизнеса, куда их приглашают, ну и там это оплачивается. В полиции 90% священников, кто служит, они не получают зарплаты. Как ты к этому пришел к капелланству? Вот, ну, стал пастором, да? Женился, женился где-то в этом промежутке помощника пастора? Да, женился я в 2004 году, то есть мы уже почти 20 лет женаты. В 2014 году, то есть я служу капелланом около 7 лет. В 2014 году, нет, точнее до этого, я посетил одну конференцию нашей головной церкви. Я отношусь к Божьей ассамблее, то есть к американской части Божьей ассамблеи. Я посетил и увидел, что есть такая должность, как капеллан. Я, знаете, первый раз, то есть это второй раз, первый раз я прочитал про капеллана. Это из книжки про солдата Швейка, знаете, такая вот полукомичная Ярослава Гашика произведение, которое я читал в молодости, когда был неверующим, и там был полковой капеллан, и он был не совсем в приятном свете, как бы представлен, постоянно то ли пьян, то ли полупьян, и что-то такое. Я думаю, ну, какой-то поп там у солдат, знаете, такое было. Тем более это советские времена были, то есть я не придал этому значения. Я прохожу мимо стенда, там написано военно-морские капелланы. Я такой, я как бы мореходку закончил, я же моряк, у меня же и тельняшка даже осталась там. Вот я люблю море, правда, со стороны в основном. Ну, в общем, меня это заинтересовало. Я говорю, а вы кто это такие? Говорят, ну вот есть на флоте священники. Я такой, вау, в Америке на флоте священники? Они были всегда в Англии, то есть в английском флоте первые упоминания официальные, что-то там в 10 веке есть официальные упоминания о том, что уже были военно-морские священники. То есть они были всегда. Это как бы нормально. Я очень удивился. И они мне кепку подарили. И купил там военно, как этот, корпус военно-морских капелланов. Вот. И я такой, вау, ну классная идея, как интересно. Как туда попасть? Ну, нужно быть гражданином США. Ну, я еще не был гражданином. Потом нужно иметь там то-то определенное образование. И ты поступаешь на, как на военную службу и служишь. Я такой, думаю, ну классно, жалко. На тот момент у меня не было гражданства. У меня была там длинкарта. Ну, в общем, там свой определенный процесс. Я туда не мог попасть. Хорошо. То есть прошло, ну, лет семь, наверное. И я беседовал с моим хорошим товарищем, скажем так. Он армянин. Но армянин не из Армении. И у него здесь есть свой христианский телеканал. Вот как ваш только он более такой. У него проповеди, но постоянно. Потому что на самом деле здесь армян очень много. И у них довольно большое количество церквей. То есть, ну, 50-60 армянских церквей есть. Ну, это они армяноговорящие. Они не знают русского в основном. То есть многие там из Персии, из Ливана. То есть их огромное количество. И, ну, очень хороший человек. И он говорит, мы как-то с ним разговорились. А он говорит, а ты знаешь, что в полиции тоже есть священники? Потому что он где-то там рядом где-то что-то работал, кого-то знал. Я говорю, да ладно. Он говорит, да, это должность есть такая. Ты точно? Говорит, точно, точно. Говорит, да ты узнай. Говорит, может, тебя возьму. Я говорю, меня? Ну, ладно, я попробую. Я зашел на Google. Набрал. Оказывается, есть. Я послал. Я так посмотрел, по требованиям я уже подхожу. Я гражданин, у меня 10 лет пастерского опыта. У меня есть пастерская лицензия. Английский говорю. Вполне с акцентом. Но говорю, у меня нету никаких, как бы, прошлой очистки. То есть криминального прошлого нет. Ничего нет. Надо попробовать. И я послал запрос, подождал. Они мне ответили. Ну, пригласили на собеседование. Поговорили. Отправили, ну, на проверку документы. Там все проверяется. Примерно, практически примерно, как стать полицейским. То есть так же проверяет твое прошлое, проверяет твои эти самые. Там, в общем, проходишь определенную проверку. И потом говорят, ну, все, вы прошли, пожалуйста, придите, получите удостоверение, форму, бронежилет, должностные инструкции и в какой ваш отдел определить. Ну, я выбрал поближе к дому. И мне дали предписание. Позвонили начальнику отдела. Он со мной встретился. Мы очень так мило побеседовали. И вот в тот момент я начал удивляться. То есть до этого я сталкивался с теми, кто меня принимал. То есть это были или психологи, или там человек, который руководит нашим капиланским отделом. То есть непосредственно с самими полицейскими я не сталкивался. Ну, так, то есть так видел, что они там ходят. То есть проверили мое это, это и все. Меня встречает командир, то есть начальник отдела. И он меня встречает с таким, знаете, с таким уважением и почтением, что я просто в шоке. Думаю, вот. И мы побеседовали, он говорит, давай, вы можете помолиться за меня и за нас, чтобы как бы у нас тут все хорошо было. И вот тут я в шоке. Понимаете, я приехал в эту страну, я иммигрант, который пользовался всеми благами, ну, доступными, да, я стараюсь не пользоваться лишним, да. То есть эту страну построили эти люди. И сейчас этот человек, который отвечает тут за целый, как бы, город с населением, ну, район с населением 250 тысяч людей, вот. Он просит, чтобы я его благословил. Я думаю про себя, вот кто кого должен благословлять, вот вообще, он меня или я его. Он говорит, пожалуйста, помолитесь. И я там, как бы, помолился, говорю, господи, благословил. Ну, такой, как бы, неформальной молитвой. Он говорит, все, вот моя карточка, если какие-то там вопросы, сразу мне звоните. И пойдемте, я вас представлю начальнику смены. Вы хотите сейчас поехать с патрульными? С патрульными, я говорю, да, вы сейчас поедете. Ну, вот и все, и с этого вот началась моя деятельность. Ну, вот я вернусь к оружию. Очень, ну, наверное, всех интересует этот вопрос, потому что разные взгляды на все. Ты носишь оружие, заряженное оружие. Ты в специальном отделе, который занимается и терроризмом, и взрывами, и всем остальным. Ты сам применял оружие? Ну, нет, слава богу, пока нет. Но ты готов будешь применить его? Конечно. Это нет проблем для пастора? Вот этот вопрос меня спрашивают только люди из бывшего советского, постсоветского пространства. Ни у одного американца не встанет вопрос в применении оружия. То есть здесь есть Конституция, и есть к ней поправка. Первая поправка гарантирует тебе свободу вероисповедания, совести, и вообще ты можешь верить во все, что ты хочешь. Вторая поправка создана для защиты первой поправки. То есть ты имеешь право иметь оружие для защиты себя и для других определенных целей. То есть это полная демократия, как говорится. Не в плохом смысле, потому что я не сторонник нашей демократической партии. Мы огрустным не будем. Но именно свобода в том, что ты можешь спокойно его иметь, носить. Ну, конечно, применять ты должен его по закону. И ни у одного американца, ни у одного американского пастора никогда не встанет вопрос, если нужно защищать свою семью, свою церковь и других людей, применять ему оружие или не применять. Все, это вот вопрос, который задают только наши люди. Потому что я знаю, что наша постсоветская нагрузка, сразу скажут, что и палка стреляет, и еще что-то палка не стреляет. Вот покажите мне палку, которая стреляет. И ружье на стене, если оно не заряженное, оно тоже стрелять не будет. Это все ерунда. Здесь, когда я столкнулся, полицейские носят оружие с патроном, с заряженным. Ты не можешь носить его незаряженное. Это против инструкции. И никаких предупредительных выстрелов. С твоей точки зрения легализация оружия – это полезно или это вредно? Я не говорю уже, добро или зло. Ну, в каких-то же, насколько я знаю, в каких-то постсоветских республиках легализовали, и никаких проблем у них нет. Молдавия, правильно? Прибалтийские республики, насколько я знаю, там можно, получив разрешение. У вас носят оружие все, кто имеет какие-то награды, правильно? Какие-то определенные связи. То есть у вас есть люди, которые носят оружие, и это не только служители закона, правильно? Ну, у нас сейчас проблема большая. Вот начался этот шутинг в школах, в университетах убийства. Тоже ребята молодые имеют возможность купить, получается, карабины для охоты, якобы охотничье оружие, и потом вот это устраивает. Поэтому дискуссия, она то набирает обороты, то опять стихает. За и против. Поэтому я спрашиваю. Смотрите, понимаете, тут проблема не в оружии, а проблема в безотцовщине, или то есть в отсутствии... Проблема в семье, давайте так, я не буду сильно углубляться. Это проблема брошенных детей, проблема отверженности, проблема ненависти, проблема эмоциональной коннекции с родителями. Потому что, вы знаете, это можно уже построить психологический портрет этих детей. Это брошенные дети, которые озлобленные, которые обиженные. Не будет оружия, они в других странах, там в Китае, кто-то там мачете рубит, кто-то еще. То есть человек со времен, скажем так, Каина и Авеля, когда Каину не понравилось, он убил его. Оружия у него не было, не знаю, но камнем убил или чем-то, но просто убил. Все, это вот первые два брата, скажем так, и сразу у них, как у нас называют, бытовое насилие. То есть domestic violence по-английски переводит. То есть тут же, он ему не понравился, все, он обиделся и он его убил. Скажи, дорогой, ты живешь там, где Голливуд. Тебе вот как полицейскому удавалось встречаться со звездами Голливуда? Какие-то, может быть, истории есть комичные, не очень? Ну, знаете, скажем так, здесь есть такое место, Sunset Boulevard. Да, и раньше, когда я был помоложе и как бы позволяло время, потому что я работал в том районе. То есть днем, ну, я не хожу по клубам, конечно, вы понимаете, да, и не ходил. Но когда я работал охранником, я в некоторых местах работал. И днем на этом Sunset Boulevard, то есть если ты идешь куда-то пообедать, на ланч или куда-то, то есть ты можешь спокойно встретить актеров второго плана. То есть телеведущих там каких-то, которых ты узнаешь. Такие же люди обычно ходят, там сидят себе, кофе пьют. То есть такого ажиотажа. Один раз видел Шварценеггера, он мыл свой «Хаммер». Ну, в смысле, он рядом стоял. Говорят, он что, сам мыл? Не-не, он сам не мыл. Он стоял там, сигару свою курил. Но это давно уже было, даже до того, как он был губернатором. Актеры, которые, ну, более знаменитые, они стараются не появляться, потому что вот эти папарацци, потому что это самое. То есть они где-то… Вилла Смиса я видел в аэропорту в частном. Ну, так, то есть… Ну, да, мы их встречали. И причем даже я дружил с одним парнем, взрослый мужчина. Он был продюсером одного «Оскаровского фильма», правда, 20 лет назад. Ну, мы общались. И как бы просто меня не тянет в Голливуд никак. И никогда не тянуло, потому что там определенная атмосфера, которая, скажем так, для верующего человека, ну, практически неприемлема. Вот. Поэтому меня оттуда никогда не тянуло. Я никогда не хотел. Хотя возможности, в принципе, были. Ну, а что за атмосфера там? Может быть, еще, знаешь, как… Меня-то интересует, может, ты как полицейский все-таки кого-то задерживал, там, я не знаю, психологическую помощь оказывал, кто-то там разбушевался, напился, знаешь, эти актеры ж такие… Я знаю, психологическую помощь мы оказываем в каком плане? Допустим, ну, не допустим, в прошлом году летом только закончился ковид и произошел несчастный случай. Пошла семья купаться, отец с ребенком и мама, вот. Причем все такие спортсмены, ну, мальчик там лет 10, и они с батей вошли в воду, а у нас тут есть такое правило, и, ну, совершенно, я не понимаю, почему, здесь не закрывают пляж. Несмотря на шторм или штормовое, или этот пляж не закрывают. Вот, то есть его ночью закрывают, то есть когда там в 6.30 или там в 7 все купаться как бы нельзя, и спасатель уходит, хотя если ты ночью паешься, ну, никто не видишь, пались ночью у нас. Вот, в общем, они пошли купаться, и метров 30 берега они стали тонуть, потому что очень сильное течение, оно практически как этот самый круговорот, ну, водоворот. И низ идет в одну сторону, а верх идет в другую. И причем мужик был здоровый, он 100 с чем-то килограммов, он раньше был борцом рестлинга, то есть, ну, он вообще актером был, и огромный такой черный афроамериканец. И они стали с сыном тонуть. И спасатель один, он к ним, он побежал, он к ним подплыл, и этот говорит, спасай сына. Он схватил мальчика, вытащил на берег, вернулся, а отца уже утянуло. Вот, и его стали искать, вызвали, тут ищут, у нас довольно, то есть, если человек тонет, то ищут серьезно, ищут береговая охрана, они прочесывают, по-моему, чуть ли не 17 миль, вот так вот, территорию. Но они ищут только двое суток, потому что после этого человек считается не пропавшись без вести, а уже погибшим, искали наши водолазы, у нас человек 20 водолазов, и спали, и еще просто спасательная служба. А на берегу стояла палатка, и вот его супруга, его сын были там. И мне позвонили, говорит, подъедь, пожалуйста, потому что у них истерика, они нам мешают работать просто, то есть, мы не можем работать, нам и так не до этого, и погодные условия, сложные ветрища, волна такая, и мы понимаем, говорит, подъедь, разберись с ними. Вот. И, то есть, мне нужно, ну, я приехал, то есть, мне нужно вступить с ними в контакт, поговорить, постараться вывести из состояния кризиса, да, вот, у нас этому всему обучают, то есть, оказать психологическую помощь и перевести ее, внимание, скажем так, на себя, то есть, человека пострадавшего, чтобы он, ну, не мешал работать, как бы, это самое. Другой, допустим, пример, вы знаете, полиции, в полиции вообще, это мировая статистика, полицейских, пожарных и работников скорой помощи в три раза больше погибает от самоубийств, чем от гибели на работе. Да, допустим, у нас была средняя статистика до вот этих погромов, у нас погибало в год примерно 150 полицейских на 350 миллионов населения, это было не так много, но около 500 человек заканчивали жизнь самоубийством. Вот, и так и заканчивают. То есть, примерно такая же статистика и у пожарных, и у работников скорой помощи. И более печальная статистика у ветеранов. В день, в день мне, знаете, примерно десяток человек в день ветеранов поканчивают жизнь самоубийством. То есть, мы стараемся предотвратить вот эти вот вещи, да, тоже, опять же, есть определенное обучение по самоубийствам. И меня вызвали на самоубийство. У нас все-таки застрелился один парень на свой день рождения. То есть, выезжает психолог, выезжает обычно капеллан. И выезжает, ну, перед этим командир подразделения, то есть, где этот человек служит, выезжает, то есть, там, оказывает свою, как бы, честь родственникам. И вручает повестку о смерти. Если это было при них, они уже, конечно, знают. То есть, и мы выехали с психологом, встретились там, пришли. Где-то примерно около восьми часов мы беседовали с мамой, с братом, с семьей. То есть, старались им помочь, как бы, пережить вот этот кризис. То есть, ну, в принципе, вот это наша основная задача. Кроме того, есть такое служение, которое мы называем служение присутствия. Мы присутствуем в отделе. И примерно через год, это не сразу быстро происходит, полицейские, это очень закрытая группа людей, которые разделяют мир на мы и они. И обычно происходит так, что ты для них чужой. Пока они к тебе привыкнут, пока ты с ними поездишь на вызова, пока они тебя начнут узнавать, пока кто-то скажет, что он нормальный. Типа, это свой, как бы, это самое... Год займет, чтобы тебя только узнавать начали. Несколько лет занимает, чтобы просто тебе начали доверять, чтобы у тебя с ними появились отношения, чтобы ты помнил, какие у них там, у кого что где. И, как бы, самое важное, это конфиденциальность на самом деле. То есть, если ты с кем-то разговаривал, даже если тебя спрашивает начальник, ну, что там происходит, ты не имеешь права ему, в принципе, ничего говорить. Если только, как бы, есть у нас пара исключений, это насилие над детьми и насилие над пожилыми, то они нашим федеральным законом не защищают нас, как бы, как священников. Или если человек говорит, что я на грани, я готов застрелиться, то тут же нужно принимать меры. То есть, в таких только. Все остальное, оно покрывается конфиденциальностью. И, знаете, работа полицейского на самом деле, опять же скажу, во всем мире очень стрессовая. То есть, ты стараешься защищать закон, а потом тебя этот закон подставляет. Ты стараешься защищать этих людей, потом они тебя тоже начинают подавать, судить, жаловаться. И ты действительно становишься вот этой тонкой синей линией, которая пытается и людей защитить, и закон сохранить. Очень тяжело. У многих смены у нас, потому что людей не хватает, несмотря на высокую зарплату, люди работают по 70 часов в неделю. Некоторые смены есть по 18 часов. 18 через 8 и еще 8. Ну, там она 16, но ты пока все бумажки сдашь, это будет 18. То есть, я так представил, проработать две смены, 8 отдохнуть и еще две смены. Это уже и так, как выжатый лимон, а тебе еще нужно вопросы решать какие-то, улыбаться, людям помогать. То есть, ну, работа очень напряженная, очень тяжелая на самом деле. Поэтому иногда просто не с кем поговорить. Иногда ты в стрессе, который тебе нужно просто провентилировать, проговориться, и, в принципе, оно все уйдет. Вот. Ну, для этого мы и существуем. Ну, скажи, вот на такое количество все-таки и капелланов, да, и душепопечителей, там, психологов, и ты говоришь, очень высокий процент вот среди ветеранов. Я услышал немножко, да, почему вот такое происходит. И, наверное, у нас такой же, да. Человек отработал, и он чувствует, что государство его бросило. Может быть, остается один на один со своими проблемами. И, может быть, потому что власть имели, а сейчас не имеет, стали такими же людьми. Но почему все-таки вот столько людей и такое количество самоубийств в этих профессиях? У вас то же самое, поверьте мне, просто об этом не говорят, об этом не пишут, а проблема самоубийства, она по всему миру такая статистика. Но у нас еще усугубляется тем, что у нас и капелланов-то нет священников, не развит этот. Вообще в России нигде не развита эта система. Она есть в армии сейчас православных священников, но протестантов, я не знаю, мусульман допускают или нет, но служат-то и в армии много. Я знаю, что к вам приезжает много, ваш штат, к вам туда, и вы обучаете, да, из бывшего Советского Союза полицейских, руководителей полиции, и не только, пенсиарная система также, да, из тюрем приезжают тоже. Как, как, как выйти на вас? Ну вот я работаю в Российском Ивановском Альянсе сейчас, и мы тоже понимаем, мы сейчас создали комиссию, потому что проблема огромная в Федеральной службе исполнения наказания, вот, и мы сейчас, священники, задумались об этом, о том, что нам тоже нужны капелланы, капелланы в тюрьмах, в полиции, капелланы везде нужны. Мы ищем сейчас пути сотрудничества с кем-то хотя бы, чтобы было что предложить государству, где-то поучиться. Есть какая-то, ну, возможность для наших ребят, для наших освященников сегодня, в первую очередь, потому что ты пастырь, ты понимаешь, как никто другой, работу пастыря, да, и ты еще и служишь там, и с этими людьми, и еще где-то там. Есть какие-то возможности, например, нам начать какое-то сотрудничество? В принципе, да, потому что, как бы, мы, скажем так, я работаю с ребятами с Украины и с Молдовы, да, то есть мы сотрудничаем вот с двумя странами, и там, в принципе, это довольно успешно развивается, то есть пока вот у нас, как бы, это самое, но воспринимается очень хорошо и позитивно, вот, потому что, опять же, капеллан – это не просто священник, вот, капеллан – это человек, который тебе может помочь на самом деле. Просто когда я, будучи пастром, да, мы, то есть будучи пасторами, мы практически, особенно мы как советские, постсоветские, да, все равно в какой-то степени, мы не изучаем ни интервенцию в кризис, да, вот, мы не изучаем признаки самоубийства, скажем так, что человек задумал, как задумал, мы не изучаем проблемы бытового насилия и циклы насилия, как они работают, и как из этого выйти, как помочь человеку, то есть вот эти вещи, как бы, мы изучаем теологию, да, но мы не изучаем вот эту, мы как бы сталкиваемся с этим, и мы часто правильно поступаем, но если бы было какое-то, скажем так, был бы какой-то бэкграунд, то есть было бы какое-то учение и понятие о том, что делать и что не делать, это было бы гораздо легче. Слушай, нас сейчас в России потрясла такая новость, пытки в колониях, специальной колонии, несколько штук показали, один человек бежал, может быть, ты слышал, уже 40 гигабайт скачал, вот, насиловали людей по заданию руководства, выбивали показания, ну, это распространенная практика, может быть, ты слышал, вот, и когда ты начинаешь здесь говорить, он, да ладно, не говори, вот, американцев в Гуантанаво, там, что только не творят еще. Насколько вся эта ситуация, вот, она правдива, в Америке, в полицейских участках, или где-то пытки присутствуют? За всех не скажу. Конечно, где-то бывают свои перегибы, но пыток нет. Бывает, что, если человек достанет, попадется, там, горячую руку, то, ну, могут немножко отдубасить, да, вот, но в основном полицейские очень адекватные, очень, то есть, если они, они всегда улыбаются, не всегда это самое, то есть, тут даже такой девиз, ты будь добрым и приятным до тех пор, пока это возможно. Если человек, многие люди просто на наркоте, допустим, да, и, ну, с ними вежливо не получается. Ты раз-два спросил, он начинает агрессивно себя вести, ты должен принимать меры, скажем так. Но лишнее применение силы, оно не, ну, не приветствуется, скажем так. Вот, в двух словах. У нас даже было такое, что прошлого шерифа, ну, не прошлого, даже позапрошлого шерифа посадили. Несмотря на все его связи, несмотря на то, что это был очень большой человек, и потому что округ у нас самый большой в Америке, наверное, вот, у нас работает 20 тысяч, его посадили. Сейчас он, правда, там как-то, его заместитель сидит на 12 лет, его посадили года на 3, на 4, уже он пожилой, там, возраст учли, ну, посадили. И посадили, одна из проблем была то, что в тюрьмах, опять же, ну, били. Вот, и, как бы, вмешалась федеральная служба, ФБР, и посадили несколько человек. Это большое, ну, это было на новостях, это я не говорю ничего тайного, это так, как бы, открытая информация. Слушай, вот, нашумела сейчас история с Аликом, с Болдуином, Аликом, по-моему, да, на съемках, фильм снимали, да, и вдруг... Я знаю, да, я знаю эту историю. А его закрыли сейчас или нет? Расскажи в пару словах хотя бы, почему. Сразу, так быстро не закроют, потому что, есть определенный процесс, следствие пройдет, и решат, кто виноват, кто туда вставил, боевой патрон, зачем вставил, вот, и вот, конечно, подставил кто-то. Это, мое мнение, это так. Но почему, как это произошло, кто нарушил технику безопасности, то, ну, разберутся. Ну, а ему оказывается психологическая помощь? Вот ему нужен сейчас капеллан? Потому что, ну, пережить такой шок, ты пришел, ты снимаешь все фильмы. Ну, любого человека, в основном, когда, когда у нас полицейский применяет оружие, то у нас есть определенная процедура, называется дебрифинг, то есть он должен пройти этот дебрифинг, он должен с психологом поговорить, со священником, или с одним, или с другим, или с двумя, вот, у всех разные протоколы, и человеку этого нельзя одного оставлять, это серьезный кризис, особенно, когда ты человек мирной специальности, скажем так, ты не на войне, и это самое, ты просто остановил, хотел проверить документы, или что, человек достал оружие, стал угрожать, и ты выстрелил, то есть, в принципе, ребята не идут на службу с тем, чтобы кого-то подстрелить, да, особенно, меня спрашивали, когда я только устроился, говорят, ну что вы, по черным сегодня стреляли, ребята, вы что думаете, вот, ну, тут просто шел определенный пиар, что полицейские всегда стреляют по черным людям, вот, это неправда, конечно, получается, но, есть определенные для этого причины, вот, то есть, не идут они на работу с тем, чтобы кого-то подстрелить, и никто не хочет применять оружие лишний раз, потому что будет тоже куча разборок, и, собственно, безопасность, и прокурор, прокуратура, и адвокатура, и высшестоящие, те самые, те вынесут, скажем так, такое выражение, весь может, да, вот, и, когда человек еще попадет под расследование, и вот тогда ему точно нужен, или капилан, или психолог, потому что, ну, это тяжко, ты, как бы, защищался, ты защищал людей, этот мерзавец пытался кого-то убить, ты его убил, и еще тебя, ну, то есть, ты попадаешь под определенный пресс, под определенное давление, кучу бумажек, кучу вопросов отвечаешь, и, как бы, еще себя потом виноватым чувствуешь. Перейду к ковиду. Недавно на русскоязычном «Голосе Америки» увидел сюжет, тебе знакомый, где спрашивают и говорят о том, что у вас происходит в вашем штате, тебя и православного священника. Ну, и такое впечатление, наверное, и у тебя сложилось, да, что церкви-то больше нет, кроме твоей церкви во всей Калифорнии и кроме православной русской. Может быть, это русский, конечно, русскоязычный сегмент «Голоса Америки» интересует больше. Среди дел насочных у пастора русско-протестантской церкви Олега Гулина немало бумажных. Прихожане то и дело просят справку об отводе от вакцинации от коронавируса по религиозным убеждениям. На данный момент всем желающим моим прихожанам я выписываю письмо на английском языке. Оно на самом деле пишется более-менее в произвольной форме, где мы пишем о своих убеждениях христианских и о том, что мы согласно наших убеждений не считаем правильно принимать эту вакцину для себя. Расскажи, как там в сюжете было о том, что согласно законодательству вашего штата священники имеют право выдавать какие-то специальные справки по ковиду, чтобы человек не прививался. Да, наше законодательство это позволяет. Но не везде, только у вас. Вы знаете, вообще на самом деле везде. Хотя у каждого штата свое законодательство, у нас даже наоборот оно более такое плохое по отношению к церквям, чем в других штатах. То есть в других штатах это вообще не вопрос. Но у нас, знаете, такая смешная ситуация. Вот из сколько у нас штатов? 50, по-моему, я не помню. Короче, у нас только в двух штатах ковид. Это в Нью-Йорке и в Калифорнии. Вся остальная страна живет нормально, никаких проблем нету, никто никакие маски не носит, вообще никто не парится. А у нас нужно и вакцину, и маску, и еще что-то, и еще что-то, и вообще какой-то, знаете, смотришь, то есть я проеду 100 миль в соседний штат в Аризону или в Неваду, там люди как люди. То есть никто, ничего не это самое, практически никто не болеет, у них нет никаких этих самых, у нас все, вернулся, как будто в тюрьму попало. Все ходят с намордниками с этими, говорят, что надо две вакцины, три вакцины. Ребята, в одной стране вроде живем, все живут нормально, а вот у нас в двух штатах вот такая вот. Слушай, ну у нас такой же, такой же мем про Афганистан ходит, тоже говорят, а что это ковид талибов не берет, всю страну завоевали, посольства посбежали западные, нет того посидеть, дождаться, пока талибы вымрут все в Кабуле, там позаражаются, а они что-то не заражаются, не мрут, страну захватили, дальше уже намечают. Причем сюда даже привозят беженцев, и они не вакцинированы. Но расскажи вот эта процедура, когда ты как пастор церкви, как священник, ты даешь, православный священник отказался давать вот эти документы, да, о том, что люди по религиозным мотивам отказываются от прививки, а ты выдаешь. Ну, смотрите, во-первых, я сразу хочу сказать, у нас свобода. Кто хочет, принимает вакцину, кто не хочет, не принимает. Вот. И я никого не осуждаю, ни тех, ни других. У всех свои аргументы, вот, хотят, пускай принимают, не хотят, пускай не принимают. Тут не должно быть между друг другом какой-то неприязни, вот. Но заставлять людей это делать насильно, я считаю, это неправильно. А что там в справке, что написано в этой справке, вот от тебя? Там написано, что на основании нашего вероисповедания, наших убеждений я отказываюсь принимать эту вакцину. И не апеллируют к вышестоящей, к Ассамблее Божией? не говорят... Знаешь, вот я почему это задаю вопрос, потому что у нас сразу государство, как говорит, церковь отделена от государства, но признают все решения вышестоящие, то есть централизованные у нас в российском законодательстве организации. То есть союза какого-то, епархии, еще чего-то. Получается, ты как священник, у которого лицензия, ты входишь в Ассамблею Божью, ты выдаешь спокойно, и они не апеллируют к Ассамблее Божьей, не говорят, что Ассамблея говорит, а я все должен... Нет, у нас такого не говорят. Более того, я вам приведу пример. Вы знаете, во время самого ковида, когда пытались закрыть церкви, штрафовали там, машины, эвакуировали, то есть, и многие закрылись, но многие не закрылись. Вот. И мы в том числе не закрывались. И здесь есть пастор один в баптистской церкви, он Маккарту. У него большая церковь, у них примерно 1010, если не больше, то есть, такой большой приход, он стал спорить со штатом, он стал судиться, он выиграл суд, получил по суду репарации, и на основании его выигрыша мы все открылись. Вот так. То есть, один человек стал против, Бог дал ему эту власть, этот авторитет, что он высудил у штата право не закрывать церковь. То есть, знаете, те, кто раньше когда-то там кричал и провозглашал, давайте будем провозглашать, давайте будем это, вот что-то у них ничего не получилось. Что они провозглашали, что не провозглашали, они закрыли свои церкви и тихо пошли вакцинироваться. Этот человек сказал, нет, это противоречит нашим убеждениям, вот, мы будем продолжать, и они продолжали собираться и выстояли, и отсудили право, что нас всех открыли, нас никто не трогает теперь. Говоря о наших священниках, о наших пастыре, да, многие бы сказали, вот, его случай, что это, он вмешивается в политику, в дела государства. Почему государство вмешивается в дела церкви? Вот видишь, вот это парадокс и есть такой, в сознании постсоветских вот христиан, в том числе и пастырей, что государство может все, и мы должны исполнять все, оно же от Бога, как бы, и правитель, и царь, у нас столько царебожников, ты не поверишь. За царя так топят, хотя конституция демократическая, и выбор народа, и народ главный у нас по конституции. Просто не читают, не знают ничего, знаешь, как ты говоришь, психологию не знают, того не знают, того не знают. Скажи, у вас священники, пастыри, ну, или просто прихожане идут в политику? Что такое церковь, Андрей? Это мы, собранные вместе. Что такое государство? Это те же мы. То есть, почему я не имею права, я плачу налоги, я оплачиваю их зарплаты, в конце концов, почему я не имею права голоса, и почему я не имею права высказывать свое мнение? Они должны меня слушать, потому что мы считаем, что должно быть так. Вот и все. Я думаю, вот на этой позитивной ноте, вот на твоих вопросах, на почему, мне хочется, чтобы наши пастыри задумались, чтобы верующие люди в нашей стране тоже задумались, что нельзя все отдавать в руки дьявола, чтобы он писал для закона, его люди приходят. Мы говорим, настолько там грязно, что мы не лезем. А потом нас же заставляют и учат, и говорят, это же все от Бога, вы же верите, вы должны все это исполнять, что мы вам напринимали. Я думаю, что мы продолжим еще говорить на тему капеллансов, знаешь, вот что самое важное, что я сегодня услышал, что капелланы – это пастыри. Спасибо огромное тебе за твой пример, за твой труд и за то, что ты рассказал нам сегодня. Это очень-очень интересно. Спасибо большое.